Олимпийский огонь, покинувший Грецию, доставлен в Китай. Первые несколько суток на китайской земле он будет путешествовать из города в город в целях пропаганды спорта, здорового образа жизни и зимнего туризма. Показательно, что право зажечь чашу с огнем Пекинской Олимпиады было предоставлено не спортсмену, а главе столичного горкома Компартии КНР. Правозащитники во многих странах продолжают призывать мир к бойкоту игр из-за репрессивной политики китайских властей. Различные государства, включая США, также не раз указывали на нарушение прав человека в Китае. В первую очередь речь идет о преследовании этнических уйгуров. Активисты этой преимущественно мусульманской народности на пресс-конференции в Афинах еще раз призвали страны мира бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Олимпийский факел призван символизировать мир и надежду, но для нашего народа, живущего под гнетом коммунистической партии Китая, он является символом глобального попустительства в отношении к жестоким репрессиям со стороны китайских властей. Мы хотим сказать международному сообществу, что проведение Олимпийских игр поручено государству, активно проводящему геноцид. По данным, которые приводит агентство Reuters, около миллиона уйгуров принудительно помещены в китайские лагеря. Официальный Пекин называет их «тренировочными центрами по борьбе с терроризмом». Как международные правозащитники, так и некоторые законодатели в США призвали Международный Олимпийский комитет отложить зимнюю Олимпиаду и перенести ее из Китая в другую страну, если Пекин будет продолжать гонения на уйгуров, мусульман в целом и другие группы населения. Большинство людей воспринимает Олимпийские игры как праздник спорта, однако китайское правительство уже использовало Олимпиаду 2008 года главным образом, чтобы укрепить свою политическую легитимность, и оно явно пытается сделать это снова. Human Rights Watch поддерживает идею бойкота, но дипломатического. Мы не считаем, что следует наказывать спортсменов только за выбор места соревнований, к которому они не имеют отношения. Наше предложение – отвергать ту самую политическую легитимность, которой добивается Пекин, когда в олимпийских церемониях участвуют зарубежные лидеры и высокопоставленные чиновники. Тем временем в Китае отмечено стремительное разрастание очагов коронавируса. Число госпитализированных растет примерно на 5% в сутки, сообщает канал Евроньюз. Как ранее подтвердила пресс-служба МОК, из-за пандемии коронавируса было принято решение не допускать иностранных болельщиков на зимние Олимпийские игры. Организаторы приняли решение распространять билеты на соревнования только среди жителей Китая. Я хотел бы коснуться вот этого момента спортсмен и болельщик. Без сомнения, мы оказались в совершенно другой уже параллели. Потому что спортсмен, когда чувствует вот это дыхание трибун, это одно. А когда этого дыхания нет, это совсем другое психологическое состояние спортсмена. Кроме того, я думаю, что смена сроков или передвижка всего тренировочного процесса для подготовки к Олимпиаде, это тоже имеет колоссальнейшее значение. Не забудем и о том, что многие спортсмены перенесли эту эпидемию на себе. А это, без сомнения, влияет и на подготовку спортсмена, да и на само здоровье спортсменов. Самих спортсменов-олимпийцев обяжут ежедневно сдавать тесты на COVID-19. А невакцинированные атлеты должны будут пройти трехнедельный карантин по прибытии в Китай. Вадим Оленичев, Елена Матусовская. Настоящее время Америка. Вашингтон.